Василий Авинариус. Переворот 25 ноября 1741 года. Из повести «Два регенства». Императрица Анна Иоанновна, не имея прямых потомков, вызвала к себе из-за границы свою малолетнюю родную племянницу, принцессу Анну Леопольдовну, дочь своей старшей сестры Екатерины Иоанновны, герцогине Микленбург-Шверенской. А восемь лет спустя, 3 июля 1739 года, насильно выдала ее замуж за принца брауншвейгского Антона Ульриха, недалекого, некрасивого и косноязычного. Родившийся от этого брака 12 августа 1740 года сын Иоанн Антонович был объявлен наследником Российского престола. А по кончине Анны Иоанновны 18 октября того же года был провозглашен и императором. За его малолетством регенство захватил было временщик герцог Бирон. Но уже три недели спустя он был устранен, и правительницей сделалась Анна Леопольдовна именем ее сына. Добросердечная, но мечтательная и слабовольная, принцесса эта немало не была приготовлена для своего ответственного положения. Чуждаясь государственных дел, она целые дни проводила лежа на диване за чтением рыцарских романов и в романтических беседах со своей неразлучной фрейлиной баронессой Юлианой Менгден. Идеальным рыцарем представлялся ей саксонский посланник, граф Морец Ленар. Чтобы прикрепить его к своему двору, она решилась женить его на своей любимице Юлиане. Но еще до осуществления этого плана совершился государственный переворот. При ближайшем содействии своих приверженцев, камера юнкеров Воронцова, двух братьев Шуваловых и лейбхирурга Лестока, дочь Петра Великого, молодая цесаревна Елизавета Петровна, 25 ноября 1741 года провозгласила себя императрицей. В 12-м часу ночи на 25 ноября во дворец цесаревной явились посвященные в дело Воронцовым семь человек-преображенцев из гренадерской роты, то есть самых рослых молодцов целого полка. Выйдя к ним, Елизавета обратилась к выступившему вперед сержанту. — А, это ты, Грюнштейн? Что же вам, дети мои, нужно? — А мы за тобой, матушка, — отвечал Грюнштейн. — Собирайся, время дорого. Несмотря на принятое уже раньше решение, цесаревну взяло опять как будто раздумие. — Чего тут, матушка, еще раздумывать? — настаивал бравый сержант. — Не пойдешь доброй волей, так ведь мы уведем тебя силой. — Да что-то страшно мне. С нами тебе чего страшиться? — Мы за тебя, матушка, рады наши головы сложить. В один голос уверили все семь человек. Цесаревна была растрогана. — Обождите тут минутку, — сказала она и вышла вон, чтобы помолиться у себя перед образом Спасителя. Как узнали впоследствии ее приближенные, она отдала себе при этом клятвенное обещание никогда в жизни не подписывать смертного приговора. Окончив молитву, она взяла крест и вышла опять к ожидавшим ее гренадирам. — Поклянитесь мне, дети мои, на всем кресте, что будете служить мне верой и правдой. Те поочередно приложились к кресту, повторяя один за другим, клянусь. — Когда Бог явит свою милость нам и всей России, я не забуду вашей верности, — сказала Елизавета. — А теперь ступайте и соберите роту во всей готовности и тихости, чтобы не было алярма. Сама я не мешкотно за вами приеду. Во втором часу ночи к Елисофетинскому дворцу на Миллионный из-за угла со стороны царицына луга подъехали парные сани, в которых сидел Воронцов. У подъезда ожидали уже другие парные сани. Воронцов вошел во дворец, а немного погодя оттуда показалась цесаревна с немногими приближенными. В первые сани села сама Елисавета вместе с Лестоком. На запятки вскочили Воронцов и один из братьев Шуваловых. На Кирочную, к Преображенским казармам, — в полголоса приказал Воронцов кучеру, — и сани полетели. Другие сани с остальной свитой понеслись за ними. Вот и Преображенские казармы, состоявшие тогда из нескольких деревянных строений. У главного здания в ожидании своей матушки стояла толпа гренадеров. В числе их было барабанщик. Завидев матушку, он забил было тревогу. Лесток выскочил из саней и кинжалом перерезал кожу на его барабане. Часть гренадеров разбежалась по соседним домам сзывать товарищей, а остальные, ликуя, проводили цесаревну к себе в казармы. Офицерство Преображенского полка, не имея казенных квартир, жило по частным домам в центре города. В казармах же дежурило по очереди. В эту ночь единственный дежурный офицер спал в дежурной комнате главного здания сном праведных, ничего не чая, почему в столовую этого здания, куда вошла цесаревна, стеклись одни нижние чины. Когда с нее сняли шубу, она оказалась в латах, а рука ее опиралась на трость, как на саблю. Поводя кругом орлиным взором, она спросила, «Ребята, вы знаете, чья я дочь?» В ответ загудел хор голосов, «Как не знать, матушка, ты родная дочь незабвенного царя Петра Алексеевича!» «Так вы все идете со мною?» «Все идем, матушка, веди нас против твоих недругов, мы всех их перебьем!» В голосе и чертах лица воспламененных воинов было столько неистового зверства, что в искренности их намерения перебить недругов нельзя было сомневаться. «Если вы так жестоки, то я не пойду с вами», — объявила цесаревна. «Убивать я никого не позволю, но, буди вам самим, пришлось бы умереть. Готовы ли вы отдать жизнь за меня?» «Готовы, матушка, все готовы!» «Помолимся же вместе Богу, чтобы он не отвернулся от нас». Все, по ее примеру, опустились на колени. Поцеловав бывший у нее крест, она дала торжественную клятву. «Клянусь перед Всевышним Богом умереть за вас! Клянетесь ли вы точно так же умереть за меня?» «Клянемся!» — был единодушный ответ. «Идем же, и пусть каждый из нас думает лишь о том, что делает это для счастья своего Отечества!» Поднялся такой шумный и радостный гомон, что проснулся, наконец, и безмятежно спавший рядом в дежурной комнате молодой офицер. Протерев глаза, он вбежал к своим подчиненным с обнаженной шпагой, но при виде цесаревны он остановился, как вкопанный. «Высударь арестованный!» — объявил ему Воронцов, отнимая у него шпагу. «Извольте возвратиться в дежурную и не выходите оттуда, пока вас не выпустят из-под ареста!» Цесаревна, приказав на всякий случай разрезать кожу на всех барабанах, вышла со своими спутниками опять на улицу и села в сани. «На Невскую перспективу и к Зимнему дворцу!» — крикнул Воронцов кучеру, вскакивая сам на запятки. «Только потише, братец, потише!» — добавила от себя Елисавета. «А то мои молодцы-гренадеры за мною не поспеют!» «Не бойся, матушка!» — весело отозвались окружающие сани-гренадеры. «Бегом за тобой поспеем, хоть на край света!» Еще в казармах Воронцов отдал необходимые приказания унтер-офицерам, и теперь дорогою от роты в триста гренадер отделялись небольшие отряды в двадцать, в тридцать человек, чтобы произвести на дому аресты главарей немецкой партии Остермана, Головкина, Левенвольда, а также старика Миниха, который в силу присяги, данной им правительницы, чего доброго помешал бы еще успешному окончанию предприятия. Когда сани цесаревны с Невской перспективы выехали на дворцовую площадь, площадь эта оказалась совершенно пустынной, и покрывавшая ее снежная пелена едва освещалась мерцавшими в отдалении масляными фонарями около зимнего дворца. Чтобы не возбудить подозрения дворцовой стражи, Елисавета вышла из саней и пошла пешком, но глубокий снег и женское платье замедляли ее шаги. — Так, матушка, мы не скоро доберемся, — заметили ей гренадеры. — Поторопись, Маненька! Когда же она при всем старании не могла приноровиться к размашистому шагу рослых молодцов, двое подняли ее на руки и донесли так до дворца. Четверо караульных у главного входа, окоченев на морозе, не успели прийти в себя, как были обезоружены. В самой же караульне как солдаты, так и их начальники поголовно спали. Когда тут гренадеры растолкали спящих и объяснили, что вот где перед ними матушка Цесаревна, те с просонок не могли вначале даже сообразить, в чем дело. — Не бойтесь, друзья мои, — заговорила Елисавета. — Хотите ли служить мне, как отцу моему и вашему служили? — Вам ведомо, каких я нужд натерпелась? И еще терплю от немцев, сколько терпит от них и весь наш русский народ. Освободимся от наших мучителей. Тут солдаты ее поняли и отвечали единогласно. — Давно мы этого дожидались, матушка, и что повели, что и сделаем. Офицеры же нерешительно переглядывались, а один из немцев вздумал было призывать подчиненных к долгу службы, но ему не дали договорить. Один гренадер повалил его на пол и тут же приколол бы штыком, не отклонив сама Цесаревна штык его в сторону. — Замкнуть этих господ в их комнате, — приказала она. — Занять все лестницы и выходы, а принца и обергофмейстера принцессы, миниха сына, взять под стражу. Сама я иду к принцессе. Десять человек за мной. И впереди десяти гренадер будущая императрица поднялась во второй этаж, где находились собственные апартаменты правительницы. Подойдя к двери спальни, Елизавета нашла ее только притворенную. Дверь растворилась без всякого шума. Погруженные в мирный сон Анна Леопольдовна и Юлиана Мэнгден, спавшая в последнее время при ней, очнулись только тогда, когда над ними раздался голос цесаревны. — Пора вставать, принцесса! Та в первую минуту была только озадачена. — Как, это вы, тетя Лиза? Но тут взор ее упал на стоящих на пороге гренадер. И вдруг все ей стало ясно. Глаза ее наполнились слезами, и, сложив руки, она начала умолять не делать зла ее малюткам. — Ни им, ни вам самим ничего не будет, — уверила ее цесаревна. — Так вы не разлучите меня с ними. Нет, они останутся при вас. — А Юлиана? Я без нее жить не могу. Пожалейте меня. Оставьте ее тоже мне. — Хорошо. Теперь вставайте только поскорее. Я беру вас к себе. Сама Елисавета вместе с принцессой села в одни сани. Двое других саней были поданы для арестованных, между тем, принца Антона Улериха и Минюха сына, и для Юлианы с двумя младенцами принцессы. По прибытии всех в Елисаветинский дворец маленький Иоанн Антонович, проснувшись, расплакался. Цесаревна взяла его на руки и стала целовать. — Бедняжечка, ты-то ни в чем не виноват. Виноваты во всем твои родители. Аресты указанных Воронцовым главных приверженцев принцессы и принца состоялись не без протестов со стороны арестуемых. Пометуя требования своей матушки Цесаревны не проливать ни капли крови, гренадеры действительно не прибегли к своему воинскому оружию, но сочли себя вправе убедить сопротивляющихся логикой у своих дюжих гренадерских кулаков. Сам Воронцов, Лесток и старый учитель музыки Цесаревны Шварц разъезжали между тем по городу, чтобы оповестить о случившемся знатнейших безобидных вельмоши сановников с приглашением незамедлительно пожаловать к Цесаревне. В то же время двадцать гренадер, оседлав себе в дворцовых конюшнях верховых коней, помчались к казармам других гвардейцев с приказом двинуться со знаменами к Елесоветинскому дворцу, а по пути кричали всем случайным встречным о счастливом исходе переворота. Не прошло и часу времени, как пустынные в глухую ночную пору улицы Невской столицы, стали все более оживляться гвардейскими полками, экипажами царедворцев и пешеходами из простых обывателей. В восемь часов утра состоялся высочайший выход. Новая императрица, в голубой Андреевской ленте и радостно взволнованная, при входе своем милостиво наклоняла голову направо и налево, озаряя всех и каждого своей сияющей улыбкой, а затем стала принимать поздравления, допуская поздравителей по очереди к своей руке. — Теперь, Ваше Величество, не покажетесь ли и народу, — тихонько напомнил ей Воронцов. — Правда, — согласилась она и вышла на открытый балкон. Появление молодой царицы было встречено восторженными кликами толпившегося внизу народа и выстроенного вокруг дворца войска. Елисавета не уставала кланяться в ответ на все стороны, пока Воронцов не заметил ей опять, что при таком морозе ей легко и простудиться. — Я вся огнем горю. — Так где уж тут простудиться, — отвечала она. — Надо мне поблагодарить еще и моих гвардейцев. И спустившись вниз к керосирам, конной гвардии, трем гвардейским пехотным полкам, она прошлась по их рядам, приветствуемые оглушительным «Ура». Когда же она объявила, что принимают на себя звание полковника их полков, восторг гвардейцев не знал уже предела. По возвращении в свои покои новая императрица приняла знатных дам, после чего приказала собираться всем в Зимний дворец. Когда она с ближайшей свитой садилась в большую открытую линейку, из стоявшей тут же гренадерской роты выступил опять сержант Грюнштейн. — Матушка государыня, а мы, гренадеры, к тебе еще с просьбицей. — Если могу, то непременно ее исполню, — отвечал Елисавет. — В чем ваша просьба? — Не откажи нам, матушка, в милость. Объяви себя капитаном нашей роты. С удовольствием, дети мои. Ура! 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 А теперь продолжала она. — За мной, в мой императорский дворец, отслужить благодарственный молебен и принять присягу в верности. Молебен в придворной церкви Зимнего дворца, а затем и присяга, совершились с требуемую торжественностью при громогласной пальбе орудий с Петропавловской крепости. Все закончилось в пятом часу дня. Еще, однако, до общего разъезда государыня велела привезти к себе взятого в плен под Бельманстрандом адъютанта главнокомандующего шведской армии капитана Дидерона, который, к немалому недоумению придворных, был вызван ко двору еще с раннего утра. — Вот, господин капитан, ваше оружие, — обратилась она к нему по-французски, вручая ему отнятую у него шпагу. — Вы свободны и можете ехать к себе домой во всякое время. На путевые издержки вам будет выдано от нас пятьсот червонцев. Как очевидец, вы можете с полной достоверностью рассказать вашему главнокомандующему о нашем благополучном воцарении. Надеюсь, что он теперь же прекратит неприязненные действия, дабы дать нам время войти вновь в дружественные отношения с его королевским величеством. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...